всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня необычное видео я решила попробовать снимать свое видео на зеркальной поверхности поэтому отражается в нем наш потолок не особо приглядный но если вам не нравится вы можете не смотреть но речь пойдет не о том потолок ждет своего времени когда мы его поберем покрасим что-то сделаем но пока пока речь идет о процессах вернее о готовых работах которые я сделала за последнее время их у меня немного и это вот такой миша такая маша маша либо миша ну вернее всего что это девочка это не не шутка смотрела я мастер класс дам ссылочку постараюсь дать ссылочку очень интересный мастер-класс но интересный вернее всего интересная игрушка медвежонок и он вдохновил меня начала я говорю нужно связать мне нужно в подарок было связать игрушку и я начала но я конечно же все вижу по своему восприятию и я постараюсь в ближайшем будущем снять мастер-класс потому как я вижу вот эти вот все игрушки которые мы можем связать гораздо проще чем вяжут ну вот по схемам игрушки немного по-другому в более упрощенном виде и тем не менее игрушка смотрится ничем не хуже вообще наравне с остальными игрушками и так вот такая мишутка я в нее вставила из под киндера вот этот вот контейнер и наполнила бусинками ну она не сильно звенит ну как уж звенит итак смотрим здесь у меня вот такая вот эта вот часть необычная таких я еще в игрушках не видела скажу честно и вот этот моя фантазия так решила сделать я сначала хотела пришить игрушки но вот как бы вот если бы я закончила просто по кругу а потом решила сделать вот такую основу как бы от снова штанишек основа трусиков и крепить игрушку вот так по краям именно к этой центральной вот основе и тогда игрушка легко садится и легко встает игрушку можно поставить но так как в таком исполнении это моя первая игрушка но вот видите вот игрушечка стоит единственное не совсем правильно я пришила ручки но имеет место быть вот посмотрите такая игрушечка мне очень нравится я надеюсь понравится тем кому она задумана в подарок но так пока она будет ждать и смотрите вот этот шарик мне подарила очень хорошая девушка моя родственница которая занимается шариками и елочками из канзаши на продажу но мне захотелось я только намекнула мне уже звонят через несколько дней что марина тебе уже готов шарик мне очень нравится вот этот цвет цвет прямо такой салатовый какой-то приятненький не яркий именно вот такой цвет следующий это был работа моя это на заказ был связан комплект это шапочка из пряжи софти связала я ее вот у меня у дочери она просто светлым вот этим молочным что ли назовут цветом а здесь попросили с переходом и чтобы было больше темного цвета и вот такая шапочка получилась мне очень нравится она вот эта шапка одна из трех которые я связала вот она прямо ложится идеально по голове одеваешь ее и прямо радуется голова что она все лежит так как положено и снудик вот такой в комплект идет тоже больше темного цвета и вот такой переход идет на молочный цвет здесь его можно одеть когда сверху вот это темная основа и можно развернуть будет вот вот так допустим верхний век верхний гола к лицу будет светлая часть в общем смотрится мне очень нравится как не знаю получится ли у меня снять фото или видео на себе ну посмотрю постараюсь следующее что было это вот такой снеговичок дам ссылочку с чего я его на фантазировала начала я вязать как обычно мне очень нравятся игрушки надежды в предыдущем видео я показывала посылочка у меня пришла от нее наденька спасибо огромное слоником я вообще восхищаюсь я его ношу с собой показываю всем что мне пришла такая игрушка очень мне он нравится я безумно счастлива у меня всем он тоже нравится что необычная игрушка и вот у меня вот такой появился снеговичок вот в отместку так сказать ну захотелось у меня девушки моей татьяне тоже снеговичка но она вернее хотела крысу когда увидела мою вязаную крысу потом говорит свяжи мне снеговичка так как она изготавливает елочки и снеговичок будет ей как раз под елочку но и вот такой снеговичок пойдет к ней в гости но наденька спасибо тебе за вдохновение обязательно сделаю фото со снеговичком и отправлю тебе в группу и так вот посмотрите здесь у меня носик носик сделан из полимерной глины делала я еще в прошлом году когда делала снеговичку снеговичка вернее делала я да наверное делала но у меня подружка мне тоже связала снеговичка и мне нужен был носик я вот такие носики наделала так как у меня у насти было много ну много немного но был цвет такой и я решила что будет не хуже если у меня будут заготовочках лежать носики я их такие носики на сушила делала и сейчас у меня есть они в заготовочках несколько носиков и так вот это вот у нас получается ведерко у снеговичка вот ведерко одета на голову здесь сделала ему веки ну так не сложно ручки здесь проволока и проволока обмотана пряжей софте и вставлена приклеена вот сюда так как я знаю что это будет не ребенку а взрослой девушки то он не ничего не будет с тем что она вот здесь посажена на клей она будет как украшение и если мы посмотрим на мишку у него тоже здесь и есть веке но единственное наверное то что я взяла себе на заметку глядя на мастер-класс который дам ссылочку откуда я решила связать такого медвежонка и брови сделала тоже из пряжи софте вот они такие мохнатенькие прямо их приятненько задевать следующее что это у меня в планах сделать давно давно я не занималась ажурным вырезанием и нашла несколько несколько буквально вот таких схем очек по которым я обязательно вот я сегодня прямо у меня запланировано сделать либо вот такую собачку вот это вот тоже мне хочется но мне кажется здесь сложно будет она очень мелкая так как вот я объясняла как я вывожу на допустим на лист и распечатываю хожу но вот эта собачка получилось мелковатая очень сложно будет вот эти вот узорчики вырезать ну единственное что если две тоненькие вот такие будут то возможно и пойдет но сделаю я ее распечатаю чуть побольше ведь так как сейчас будет год собачки то с удовольствием буду ее ходить дарить всем кому захочу также вот такая собачка это попроще еще безумно мне понравились бабочки я тоже сделала распечатки мне нравится когда бабочки вот такие вырезанные ажурным вырезанием очень хорошо смотрится в оформлении следующее вот такой песик но тоже мне кажется побольше бы его но я постараюсь их увеличить и сделаю чуть побольше картинки чтобы собачки были побольше размером и еще вот такая собачка купила вот такая папка для акварели то есть здесь находится бумага сейчас покажу какая плотная и накладываю это я покажу вам мастер-классе если кому интересно по ажурному вырезанию вот этих собачек пожалуйста чуть 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 подождите и я не сегодня завтра обязательно выложу мастер-класс по ажурному вырезанию собачки ну на этом заканчивая разговор с вами всем спасибо за внимание и до новой встречи